В Центральном парке Шумкента масштабный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана 2022 года». Свою продукцию жителям мегаполиса представили 80 предприятий. Отечественный производитель «Экофарм» с 2011 года обеспечивает казахстанские медучреждения вакуумными системами забора крови. Кроме того, завод производит иглодержатели, полиуретановые бинты. Их применяют в трансплантологии и многое другое. Предприятие планирует снабжать не только Казахстан, но и выйти на международный рынок. Сейчас мы приступили к выпуску одноразовых игл для инсулиновых шприцов и планируем в дальнейшем выпускать реагентику для ИФА-диагностики и ИХВА-диагностики. Кроме того, мы выпускаем защитную одежду. Весь Казахстан мы снабжаем ПЧК, защитные костюмы мы выпускаем, маски мы выпускаем. Основная наша гордость – это, конечно, вакуумные системы забора крови. И являемся первым заводом по выпуску вакуумных систем среди стран СНГ. Умелые мастера предприятия «Курагрупп» создают необычные мебельные гарнитуры-трансформеры. По словам представителей компании, при создании они вдохновлялись жизнью кочевников. Стилизованную мебель с национальным орнаментом легко собрать, разобрать и перевозить с места на место. Эта мебель, она универсальна тем, что она не занимает много места. То есть она складывается, и ее можно разложить только в том случае, когда она вам нужна. То есть, если это будет маленькая квартира, однокомнатная, предположим, и очень неудобно, когда стоит очень много мебели, так как эта мебель универсальная, можно вечером разложить, сделать из нее спальню. Можно сложить и днем сделать из нее диван, и это будет гостиная. То есть эта мебель этим и славится. Рукодельница Цюмигуль Абдиева создает одежду и текстиль в национальном стиле. Ее экспозиция притягивает гостей выставки яркими цветами и национальным колоритом. «Я создаю предметы гардероба для детей и родителей. Для женщины Стюбитеки – тусау кесер. Они сейчас используются большим спросом у молодежи. Кроме того, я шью декоративные подушки для дивана». Конкурс-выставку приурочили к празднованию Дня города. Свою продукцию представили компании, которые производят товары пищевой, легкой и сельскохозяйственной промышленности. Заявить о себе смогли крупные компании, а также представители малого и среднего бизнеса. Всего в Шумкенте функционирует больше 700 предприятий, но до конца 2025 года в городе планируют создать еще 70. «Мы сейчас создаем новые индустриальные зоны. По поручению главы государства мы сейчас особо уделяем внимание на глубокую переработку. Мы должны отойти от импертозависимости. Мы сейчас товары народного потребления изучаем. Приходится находить новые ниши и тем временем создавать для них условия для производства». «Новая индустриальная зона Джулдус. Сейчас она уже первые пулы проектов заходят. Около 15 проектов сейчас уже начали свои строительные работы. Мы торжественно откроем. Тем самым мы сейчас хотим открыть еще новую индустриальную зону Бозарок. Именно агроиндустриальная пищевая зона будет. Потому что сам Шумкент именно локализован у нас вокруг Джамбульская область, Туркестанская область. Они все аграрные регионы. А у нас в Шумкенте мы имеем потенциал глубокой переработки. И тем самым мы хотим определить эту индустриальную зону, чтобы собирать вокруг нашего города продукты сельского хозяйства и перерабатывать в дальнейшем уже в расфасованном виде экспортировать или же продавать». Производителей, которые представили свою продукцию, будет оценивать экспертная комиссия. Дипломанты конкурса получат право принять участие в республиканском конкурсе. «Предприниматели-победители, определенные на региональном уровне, будут участвовать в республиканском конкурсе. Их будут выбирать по другим номинациям. Лучшие товары для населения, лучшие товары производственного назначения, лучшие продовольственные товары». Конкурс-выставка продлится в Шумкенте три дня. За это время жители и гости города смогут посетить экспозиции, выбрать и купить понравившийся товар. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар». Субтитры создавал DimaTorzok